всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня рецепт который вызовет я надеюсь такой же взрыв негодования как и рецепт борща на канале буя без исторически это рыбный суп средиземноморском стиле с парочкой небольших добавок и именно вот эта парочка отличает просто сопа де мориска рыбный суп по-испански от буебеса кстати французы сами до конца не определились с этимологией этого слова провансальцы утверждают что название произошло от термина закипело убавляй я не буду на французском говорю чтобы вас не смешить другие тоже провансальцы считают что это название скорее произошло от кипятим рыбу есть еще парочка мнений не суть важно важно что в основе лежит крепчайший насыщеннейший же рыбный бульон сразу вспоминаем тройную уху и проникаемся почему я прогнозирую взрыв народного гнева под этим роликом да потому что каждый кому когда-то посчастливилось попробовать этот суп тут же преисполняется с святой уверенностью что уж ему то точно навелось попробовать именно тот самый настоящий рецепт а все остальные готовят жалкую его подделку да даже на родине буебеса в марселе где его готовят буквально во всех ресторанчиках во всех сбегаловках вряд ли найдете два абсолютно идентичных варианта но давайте пробежимся по самым базовым основополагающим вещам которые подозревают отличить нам боя без от просто морского супа суп из морепродуктов во первых очень очень насыщенный рыбный бульон сортов рыбы чем больше тем лучше 3 как минимум моллюски креветки лангусты и тма амары тоже пойдет дело если есть только вкуснее будет во-вторых сначала обжаренные потом тушеные овощи в большом количестве морковь лук сельдерей помидоры на средиземке вообще по моим наблюдениям если готовят суп с морепродуктами то в них вот этот овощной набор обязательно присутствует в буебесе обязательно должны присутствовать шафран и они свои ароматы и эти ароматы достигаются добавлением в суп бадьяна или фенхеля другое название бадьяна звездчатый анис и анисовой настойкой перне например а теперь два основных различия между марсельским вариантом и нормандским если в марсельском в суп идут только морепродукты то в нормандском присутствует еще и картошка я кстати думаю что вам именно нормандский вариант придется больше по душе но она и логично прованс юго-восток франции нормандия север чем холоднее тем более нажористую пищу обычно предпочитают очень хватит родить давайте уже приступать понадобится морковь сельдерей я взял и корень черешки лук и репчатый порей томаты свежие томатная паста картошка бадьян анисовая настойка и естественно морепродукты креветки сыр и сибас он же морской волк он же любина не удержусь и сделаю маленькое отступление я в русскоязычных источниках сотню раз на встречал рассказы о том что традиционный этот суп готовился из тех остатков рыбы которые в течение дня рыбаки не смогли продать друзья мы я в испании уже пятый год живу и прекрасно вижу как не проданы сегодня остатки замечательно продаются завтра и послезавтра и все такое прочее а еще я вижу что на рынках продают так называемым марсию это каменная рыба в переводе можно сказать ну короче это всякий рыбный мусор который отдельно никому не продашь мелочок вот такая вот вытянули рыбаки свои сети нормальную крупную рыбу разложили по ящикам а всякий мусор который хорошим бы следовало выбросить они складывают в одну кучу и продают на бульон есть конечно безобразие не будет здесь сплошные рыбные кости да чешуя но вот бульон из этого безобразия получается просто отличный так что я предполагаю что исторически как раз таки его вес готовился не из каких-то там гипотетических остатков которые кто-то там не смог продать а именно из такого вот рыбного мусора а уже нормальные куски рыбы попали в тарелки только тогда когда суп завоевал популярность и попал в рестораны как-то так еще кроме этой мелочи я купил барабульку и треску и мидии вот такой наборчик вот эту кучу рыбного мусора нужно выпотрешить и выдернуть из него жабры и чтобы не снимать у вас время я сделаю это за кадром с остальной рыбой нужно поступить так филировать и снять шкуру поехали мечту с барабульки теперь то же самое с сибасом опять же филе в сторону головы шкуры и кости сохраняем для бульона теперь разберемся треской с ней все то же самое но она у крупновато поэтому в дело наверно пойдет половинка все остальное сохраню на жарюху все можно начинать варку рыбного бульона потрошенные рыбьи мелочь кости головы и вода а для усиления аромата сверну букетик гарни зеленая часть лука парея несколько веточек петрушки и лавровый лист можно было в принципе еще веточку тимьяна и шалфея положить но у меня сегодня их нет тоже к рыбе пусть варится помним да закипела убавляй и пока этот скучный процесс идет надо нарезать овощи будем обжаривать на оливковом масле сразу положу лук морковь сельдерей а вот томаты чуть попозже и чеснок тоже позже обжаривать надо помешивая до мягкости вот теперь можно добавить уже нарезанный чеснок прогреть его немного чтобы немножко дал свой аромат но не начал гореть и влить они свою настойку немного магии огня уже запахи начали кружить голову а теперь томатная паста естественно выбирать самую вкусную какую только найдете и перемешать лично и томаты сюда же паста даст более насыщенный вкус а вот свежий томаты добавят кислоты межстебрый бульон уже готов надо его процедить крупные куски вынуть с них вполне можно выбрать съедобную мякоть а вот все остальное на дуршлаг принцип тот же видите съедобные куски отбирайте их все пойдет в дело остальное в мусор чтобы сэкономить время часть бульона отолью в кастрюльку в нем будет вариться картошка пусть уже начинает а вот остальной бульон к нашим обжарен тушеным овощам во время обжарки сахара моркови лука томатов карамель завались и вот теперь эту самую карамельную сладость надо выварить в бульон и можно добавить шафрана так наверно будет достаточно так овощи и картошка варится самое время почистить креветки это у меня сыр и не обращайте внимание на цвет просто вид такой гамбос рохос называются уже вареный я считаю не стоит боя без класть чего там от их вкус останется если их дважды варить собственно перерывчик овощам и картошке нужно свариться до мягкости это минут 15 20 займет что подождем продолжаем разговор бульон как я уже говорил должен быть насыщенным поэтому его либо сразу протираем через сито либо сначала пробиваем блендером затем уже будем отцеживать в каком пешкенском ресторане бульон доводит до такого состояния что он по консистенции становится похож ну как на сливовый сок с мякотью такой только более гладкий все можно процеживать и не выдавливать всю вкусноту а теперь сборка картошка уже практически готова так что сюда гульону все сюда же рыба даже креветки и сюда же мидии и бадьян а если вы использовали фенхель то его нужно обжаривать вместе с морковью сразу то есть он у вас уже здесь есть сейчас закипит проварится минут пять чтоб креветки мидии сварились но рыбы тоже много мне надо и можно садиться за стол а сейчас самое время приготовить гренки и соус руй белый хлеб сбрызнуть оливковым маслом и отправить в духовку под верхний гриль температура 200 220 сам готовлю соус что такое руль по сути это тоже самое провансальский майонез но без горчицы зато с чесноком с шафраном с острым чили перцем так что масло соль желток чеснок шафран и острый перец и 30-50 секунд работы блендером главный венчик не отрывать одна пока эмульсии вверх не попрет а теперь подкислитель в данном случае лимон только косточки набросайте в соус гость там нам не нужна и и еще десять секунд работы блендером два в жуха короче и готова смотрите какой отлично супчик готов соус тоже да и гренки пора доставать я подготовлюсь а для тех из вас кто не только смотрит ролики на готовит по ним коротенько основные этапы готовки ну можно приступать пробе тарелочку такого вот супа во франции можно получить и за 10-15 евро и за сто сто пятьдесят тут куда попадешь в дорогих местах чтобы оправдать высокую цену вам и кусок амара в тарелку положит и гренку крутоном и зовут но если вспомнить откуда растут ноги у этого блюда и не пытаться всех поразить своими понтами то наслаждаться такой вот марсильской ну в данном случае с картошкой значит нормандским вариантом марсильской ухи может каждый бульончик с кусочком рыбки сразу блин это мощнейший вкус это очень яркий вкус с легким анисовым ароматом концентрированная рыба просто феерия какая-то так ну и как почти как нормандец картошечки с этим бульоном феерия так и надо выдрать отсюда кусочек моллюска конечно моллюски не чищены в тарелке выглядят симпатично но есть их значит пачкать пальцы но не страшно считаю я не могу держаться извините и да вы скажете а чё ж ты соус то готовила гренки потому что подают их в эту уху вот с такими гренками и соусом руй выйти он не сразу но все-таки дает цвет шафран посмотрите пятна шафрана начинают красить потихонечку маслом так ну а теперь с крутоном с гренкой извините с креветочкой и с бульончиком совершенно бомбический вкус великолепнейший насыщенный и яркий это класс я в принципе люблю рыбу тройная уха безумно хороша а здесь в этом супе сочетание как раз таки вкусов ну не тройной ухи но такого же мощного насыщенного бульона сладости именно сладости овощей они обжаривались потом тушились соответственно сахар карамелизовался они свой легкий аромат очень густой густой именно бульон бомбический вкус такое блюдо если есть то больше никаких там не салатиков они вторых блюд не надо она одновременно за счет своей густоты и первое и второе за счет аниса и третье всякий раз когда готовил и пробовал этот суп он был с морской рыбой и не уверен что речная рыба будет хорошо сочетаться со вкусом аниса на этом позвольте сегодняшний выпуск завершить надеюсь что вы приготовите такое блюдо и насладитесь всеми вкусами франции отдельно напоминаю тем из вас кто заботился хорошими ножами по промокоду фреско на сайтах samura.org samura.ru вы можете получить скидку если соберется приобретать ножи пользуйтесь не упускайте свою выгоду огромное спасибо за компанию за лайки за дизлайки за репосты всем пока спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! субтитры Алексею Дубровскому! субтитры Алексею Дубровскому!